Виктория Третьяк Что касается расследования падения малайзийского Боинга, международным экспертам пришлось его прекратить из-за угрозы их безопасности со стороны террористов, сообщил Ангеле Меркель, президент. По результатам разговора лидеры стран договорились провести многосторонние переговоры ради достижения мира на Донбассе. Президент Украины Петр Порошенко наградил генерального секретаря НАТО Андерса Фукрасмусона наивысшей наградой Украины для иностранцев Орденом Свободы. За значительный личный вклад в развитие сотрудничества между Украинским государством и Североатлантическим альянсом. Весомую поддержку в отстаивании суверенитета, независимости и целостности Украины. Генсек также встретился с премьер-министром Арсением Яценюком. Говорили об углублении сотрудничества Украины и НАТО. В частности, о взаимодействии в рамках инструмента годовых национальных планов, а также использовании основанных НАТО в новых трастовых фондах в поддержку обороноспособности Украины. В 80-е аэромобильная бригада уничтожила боевиков и их вооружения в районе Успенки Луганской области. Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Также боевые действия проходят возле Красного Яра. Террористы продолжают обстреливать украинских военнослужащих, в частности, с территории России. Из градов наемники открывали огонь по силам АТО близ Новоанновки, Вергунского разъезда, Стукаловой балки, а также трижды в районе аэропорта в Луганске. Из минометов обстреляны блокпосты возле Камышного и Милового. Боевики знали, что украинский вертолет Ми-8, который был подбит Донецкой области, перевозил раненых. Об этом сообщил министр обороны Украины Валерий Гелетей на своей странице в Фейсбуке. По его словам, на борту вертолета, кроме членов экипажа, находились медики и раненые бойцы АТО. Кроме того, на борту летательного аппарата были нанесены красные кресты, знаки различия медицинской службы. И боевики заранее были уведомлены об эвакуации данным мирным бортом раненых людей. По открытым каналам, руководство АТО получило от бандитов заверение о том, что вертолет будет беспрепятственно пропущен. Валерий Гелетей подчеркнул, что нападение на медицинский борт было осуществлено террористами вполне осознанно. Напомним, накануне террористы в районе Саур-Могилы подбили украинский санитарный вертолет Ми-8. И, как сообщил журналист Юрий Бутусов, экипаж вертолета спасен украинскими военными. Они ранены, доставлены в госпитали Запорожья и Днепропетровска. Накануне террористы также сбили украинский истребитель МиГ-29 над Янакиево. Об этом заявил пресс-офицер АТО Алексей Дмитришковский. По его словам, пилоту удалось благополучно катапультироваться. Сейчас ведутся спасательно-поисковые работы и выясняется, из чего был сбит самолет. В Донецке в результате обстрелов террористами жилых кварталов погибли 4 мирных жителя. Еще 18 получили ранения. Силы АТО продолжают удерживать освобожденные от боевиков территории, несмотря на постоянные вылазки террористов. Тем временем разборки на повестке дня и в рядах самих боевиков. По информации Совета национальной безопасности и обороны, из России уже пришла команда на уничтожение неудобных лидеров сепаратистского движения. Подробности в сюжете. На востоке страны продолжаются ожесточенные столкновения. За последние сутки украинские силовики вступали в огневой контакт с террористами больше 20 раз. К середине дня потери военных составили 7 человек убитыми и 19 ранеными. Террористы устраивают засады и вовсю пользуются поддержкой российской артиллерии, которая базируется по ту сторону границы. Тем не менее, силы АТО удерживают ранее занятые позиции в Донецкой и Луганской областях. На захваченных территориях боевики продолжают сеять хаос и разрушение. Под обстрелом Донецк, Луганск и Горловка погибло по меньшей мере 10 мирных жителей. Боевики минометными обстрелами целенаправленно разрушают инфраструктуру и жилые кварталы в Жовтневом, Ленинском, Каменнобродском, Артемовском районах Луганска, выдавая их за действия украинских военных. В результате обстрела боевики повредили газопровод между Горловкой и Дзержинском в Донецкой области. Кровавые столкновения ожидаются и в рядах самих боевиков. По информации украинских спецслужб, террористы с российской пропиской уже получили команду на уничтожение некоторых лидеров сепаратистского движения на Востоке. Получить данные удалось Совета национальной безопасности и обороны, перехватив телефонный разговор между боевиками. Из записи становится ясно, что под прицелом даже главный террорист Луганщины Валерий Болотов. Вроде как на Валеру тоже лицензию получил, тот, который в Болоте живет. Понял? Чего-чего? Я не знаю. На Валеру тоже вроде лицензию не дают тот, который в Болоте живет. Ага. Понял? Угу. Ну так, между нами только. Тем временем вовсю работает и машина российской пропаганды. Сейчас орудия в ее руках украинские военные, которым ранее пришлось отойти на территорию России, спасаясь от превосходящих сил боевиков. По информации СНБО с украинскими офицерами проводят работы служащие ФСБ. Они вынуждают наших силовиков оклеветать себя. На территории Российской Федерации до сих пор силой удерживают 18 военнослужащих Вооруженных сил Украины и 28 военнослужащих-пограничников. Российские следователи выбивают признание у украинских военнослужащих в том, что они умышленно обстреливали российскую территорию. Россияне постоянно пытаются проводить разведку наших позиций и нарушают границу, переправляя боевикам технику и пополнение. За последние сутки было зафиксировано несколько пролетов беспилотников в зоне АТО и прилегающих областях. Один аппарат удалось сбить. Александр Пантелеймонов, Олег Павлюченко, БТБ. СБУ установило, что в день крушения малазийского Боинга наемники планировали теракт против самолета Аэрофлота. Это бы стало поводом для вторжения России в Украину, заявил глава СБУ Валентин Наливайченко. Напомню, в авиакатастрофе над Донбассом погибло около 300 человек. Международные эксперты вынуждены прекратить поиск тел погибших из-за обстрелов террористами вместо крушения авиалайнера малазийских авиалиний. Именно в тот день, 17 июля, в то же время военные наемники и террористы из Российской Федерации планировали террористический акт против пассажирского самолета Аэрофлота рейс AFL-2074, который следовал по маршруту Москва-Ларнака. Этот циничный теракт планировался как раз, когда самолет пролетал над нашей территорией. В то же время, в тот же день, и теракт планировался военными преступниками, как повод для дальнейшего военного вторжения с Российской Федерации. Всемирный банк выделил полмиллиарда долларов в рамках первого займа на политику развития финансового сектора Украины и реформирования банковской системы. Как говорится в заявлении Фининститута, займ будет направлен на поддержку фонда гарантирования вкладов физлиц для решения проблем неплатежеспособных банков, независимое стресс-тестирование 35 крупнейших финучреждений страны, а также на укрепление системы банковского надзора. В ближайшее время Национбанк ожидает стабилизации курса национальной валюты. Об этом сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева. Она отметила, что регулятор в случае ситуативных всплесков на рынке готов погашать их через интервенции на межбанке, как это было в среду. При этом Валерия Гонтарева подчеркнула, что НБУ наоборот намерен выходить на межбанк для покупки валюты с целью пополнения золотовалютных резервов. Также до конца года регулятор ожидает увеличение валютных поступлений в страну, в частности от экспорта сельхозпродукции. Пополнение резервов также будет способствовать получению очередного транша от МВФ по программе «Стендбай». Мы рассматривали интервенции Национального банка по покупке валюты на рынке, потому что мы считаем, что с тем предложением, которое на сегодняшний день у нас будет, как по текущему счету, это счету торговых операций, так и по счету инвестиционному, у нас будет однозначно приток валюты. Поэтому это связано и с тем хорошим урожаем, который мы ожидаем. Поэтому, более того, мы рассматривали с МВФ возможность Национальному банку до конца года пополнить резервы. Электронные торги арестованным имуществом распространят на всю Украину. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко. По его словам, сегодня правительство приняло решение о расширении этого проекта с 10 пилотных регионов на всю территорию страны. Временное исключение оккупированный Крым, Луганской и Донецкой области. Система начала работать в мае. Уже провели более 260 аукционов, выручив около 13 миллионов гривен. По словам главы Минюста, электронные торги сделают невозможной коррупционную составляющую, которая была нормой при реализации конфиската многие годы. Это действительно механизм, который позволяет и общественности, и журналистам контролировать процедуру, которая была раньше очень коррумпированной и очень интересной для частных структур. Только за первый месяц государственный бюджет получил по четырем областям дополнительных поступлений в виде налогов и сборов на 1 миллион 300 тысяч гривен. И пока на этом все. Какие события ожидаются сегодня в Украине и мире, смотрите далее в нашем обзоре. Еще увидимся. До встречи. Сегодня состоится брифинг премьер-министра Украины Арсения Асценюка относительно применения санкций в отношении политиков, физических лиц и компаний, поддерживающих и финансирующих терроризм в Украине. Безопасность граждан и милиции в зоне антитеррористической операции обсудят представители европейских организаций. Международный день коренных народов мира. Как живется крымским татарам на своей, но теперь уже оккупированной территории? Как Украина будет праздновать День независимости в этом году? Состоятся ли на Крещатике парад и народные гуляния? В Украину прибудет самолет ВВС Канады с 32-мя тоннами оборудования и снаряжения, которые предназначены для передачи пограничным подразделениям, участвующим в боевых действиях в зоне АТО. В Россию вернутся граждане, пострадавшие от банкротства турфирм. Сейчас за границей остаются 15 тысяч клиентов разорившегося туроператора «Лабиринт». Эпидемия банкротства российских туристических гигантов началась в июле. Основными причинами считают падение курса рубля, невостребованность их услуг и нестабильное экономическое положение в стране из-за санкций Запада.